Всех снова рад приветствовать у себя на канале и сегодня у нас будет обзор пулевых патронов 410 калибра с пулей Фостера от БПЗ Барнаульского патронного завода. Партия на видео. Вот так у нас выглядят патроны в пачке. Ну и сейчас я достану все патроны, взвешиваю их и разбирать мы будем самый наименьший по весу патрон. Ну вот я взвесил все 9 патронов из пачки и разбирать мы с вами будем патрон под цифрой 1. Он у нас имеет вес 19,2 грамма. 410 магнум БПЗ. Пуля Фостера. Вот так выглядит патрон. И давайте приступим к вскрытию и обзору его комплектующих. Ну а прежде чем мы с вами приступим к вскрытию и обзору данного патрона, я бы хотел порекомендовать вам подписаться на мой канал на Яндекс Дзен. Там я пишу интересные статьи и ролики там выходят гораздо раньше, чем на YouTube-канале. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Будет интересно. Ну вот мы с вами добрались и до пули. Пуля здесь подкалиберная. Она находится вот в таком пластиковом стакане, состоящем из двух половинок. Также данный стакан имеет еще заглушку внизу. Мы к ней еще вернемся. И вот что из себя представляет данная пуля. Как я уже сказал, пластиковый стакан из двух половинок и сама пуля. Вот так она у нас находится в патроне. Взяли весы. И так как производитель указывает на пачке массу 6,45 грамма и диаметр 10,25, мы это с вами сейчас и проверим. Но диаметр я, к сожалению, проверить сейчас не смогу, так как у меня нет с собой штангенциркуля. Но массу пули на весах мы с вами посмотрим. Включили весы. Надеюсь, вам там будет видно. Вес пули в данном пластиковом стаканчике равняется у нас 7 граммам. Если мы разъединим этот пластиковый стакан и поставим на весы саму пулю, вес у нас будет 6,3 грамма. Ну и вот мы с вами добрались до пластиковой заглушки. Давайте попробуем ее извлечь. И вот что она из себя представляет. Очень похоже на пыш-обтюратор. С одной стороны он имеет выемку под порох, а с другой стороны ее нет. Здесь вот такая вот монолитная, скажем так, конструкция. Такая шайба. Ну что-то наподобие шайбы. На которую у нас как раз и ставится пуля в патроне. Вот так это все выглядит в сборе. Ну и если кому-то интересно, сколько весит данный пыш-компенсатор. Его вес 1,4 грамма. Ну и давайте наконец-таки узнаем, какое количество пороха у нас находится в патроне. 2,1. Торируем. И насыпаем порох. Гильза у нас пустая. Весь порох высыпался. И в патроне у нас находится 1,1 грамма пороха. Что является очень хорошей навеской, которая будет обеспечивать стабильную работу автоматики. Ну это стандартный 410-й порох. Ирбис 410. Ну вот такой у нас с вами получился обзор пули Фостера в 410-м калибре от БПЗ. Касаемо данных патронов я не могу сказать ничего плохого. Я этими патронами стрелял, стреляю. Данный патрон, я считаю, очень неплохо себя показывает в виде и в варианте пострелушечного патрона. Потому что на 50 метров в лист формата А4 без проблем можно уложить всю пачку. Я стрелял, у меня получалось вообще без каких-либо проблем. Как я уже говорил, пуля является здесь подкалиберная. То есть она не предназначена для стрельбы с парадоксом. Я считаю, что данный патрон весьма неплох. Да и навеска у них, как правило, нормальная, адекватная. Что не дает сомневаться в их работе и в работе автоматики оружия. Ну на этом наш обзор подошел к концу. Еще раз советую всем подписаться на мой канал на Яндекс Дзен. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо за внимание. Удачи. Метких выстрелов. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok